Автолюбитель Вячеслав Вузов открытие моста ждет с нетерпением. Остановился посмотреть, как идут работы. Переправа закрыта уже больше трех лет. Чтобы попасть из одной части города в другую, ему приходится делать значительный крюк. Новый мост позволит экономить время и горючее. Мост здесь нужен обязательно, потому что объезжать очень далеко. Допустим, в часы пик на той дороге Новая Дамба, где поворот на улицу. Конечно, пробки уже создаются. Здесь будет гораздо проще доезжать. Работы по строительству выполняются силами подразделения материального обеспечения Центрального военного округа Вооруженных сил России. Задействованы 65 человек и 38 единиц техники. Средний автодорожный разборный мост длиной 130 метров будет смонтирован секциями на береговой сборочной площадке, а затем надвигаться на опоры с помощью львёдок. Также у нас прибыла машина с Алапаевского завода, КАМАЗ-43, которая будет завинчивать сваи. Будет состоять из трех опор. Мост промежуточных и две береговые опоры. Надвинем мост. Проезжая часть составляет 4,2 метра. Грузоподъемность 40 тонн. Надёжность конструкции проверена временем и рассчитана для движения танковых колонн. Это сооружение временно заменит основной коммунальный мост, который рухнул в марте этого года во время капитального ремонта. Работы были приостановлены до выяснения всех обстоятельств. Чтобы открыть для водителей переправу на оживлённом участке федеральной трассы Красноярск-Изыл, краевые власти обратились к министру обороны Сергею Шойгу. Помощь не заставила себя ждать. Срок службы этого моста пока подписан на 5 лет. Но я думаю, что мы всё-таки гораздо раньше отремонтируем наш основной мост и обеспечим уже более комфортное перемещение наших жителей на автотранспорте с одного берега на другой. Движение по мосту будет осуществляться реверсивно. Сначала в одну, затем в другую сторону. Транспорт по нему планируют пустить 27 мая. Кроме строительства самой переправы, силами местных коммунальных служб готовятся подъездные пути. Дорогу сделают гравийной. Однако в случае, если затянется ремонт основного моста, на этом участке обещают уложить асфальт. Артём Ахальников, Станислав Беркий. Новости. Субтитры создавал DimaTorzok